В неделю 16 червня в Беларуси будет начаться День медицинских работников. В основе державной системы охоты здоровья принципы социальной справедливости и доступности медицинской допомоги. Эту задачу выполняют около 600 организаций, которые оказывают допомогу в стационарных условиях и около 1500 амбулаторно-поликлинических установ. Алексей Церева знакомился с опытом Брагинского района. Новый дом Центральной районной больницы в Брагине открыли в 2000 году. Еще в 2013 году провели модернизацию. Теперь это одна из лучших районных медицинских установ. Хоть только на быте сучасных обслуживаний в Брагине не обмеживались, для того, например, с помощью комплексной автоматизированной системы, тут провели больше 300 телеконсультаций с установами охоты здоровья Беларуси, что в вынеку позволило обеспечить довольно высокий уровень оказываемых послуг. Сегодня у 84 населенных пунктов Брагинского района проживает больше 11 тысяч человек. И все они знаходятся. Вот постоянным медицинским наглядом, вот тут, например, амбулаторная карта Жахаров-Виска-Алексеевка, вот тут Микулич и Моложина. Повышенная увага до Жахаров-Виска-Персовости не выпадковая. Тут проживает больше полового населенства района. Причем часто медики сами выезжают до Висковцев. Уречи не каждый человек может пройти полное медицинское обследование у поликлиницы, особливо подчас рабочего дня, пересованные амбулаторы, дозволяя вырешить это пытание за никаких введен. Для себя мы избрали таких два основных вектора в работе. Это профилактика лечения болезни системы кровообращения и раннее выявление онкологической патологии. Особливая увага ветеранам Великой Очинной. А проча комплексного медицинского обследования у больницы, что месяц и не проходит еще и агляд по месту Жахарства. Василию Николаевну, всего лета вспомнился в 95, кажется, что подчас войны не пройшел, а литерально прополз Беларусь, Украину, Латвию, Польшу и Германию. Значных проблем со здоровьем у ветерана медики на этот раз не означают, а для равен проверять артериальный тиск. Некольких разов на день с профилактичной медикой у районной больницы распроцовали на специальную памятку для пациентов. Я сюда вставил дневник для ежедневного измерения артериального давления. То есть в течение определенного времени, неделя, месяц, формы хватает на целый месяц, трижды в день люди измеряют артериальное давление себе, потом приходят к доктору своему, и, соответственно, он уже имеет возможность оценить уровень артериального давления в динамике у человека. Еще одна кропка, куда выезжает медицинская бригада, акционерное товариство «Брагин Агросервис». Зараз тут просует около 70 человек, каждый третий из этих. Моя диагноз – артериальная гипертензия. Проблема в том, что, сгодно с исчезной статистикой, половые мужчины, которые имеют повышенный тиск, необходимые леки не принимают. В Брагинском районе таких пациентов им нужно держать под постоянным контролем. Еженедельно приезжает работник, медработник, измеряет давление, контролирует наших людей, госпитализирует, но стараются нормализовать, чтобы давление у работников было нормальное. Потому что сейчас, тем более, очень жарко, лето, и есть такие у нас проблемы. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район.